здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил добро пожаловать на наш канал сегодня мы продолжаем наш обзор из этой коробочки которым их когда-то до наши покупки винтажной лавке который мы давно сделали и вот регина отыскала эту коробочку и мы решили показать так я буду доставать постепенно брошь да вы конечно не помним что мы там купили просто даже самим очень даже интересно что мы там купили брошь виде я бы сказал веночка очень красиво идут перламутровые вставки и даже мчужинки такие необычной формы такая знаете золотом приглушенным тони оправа имеются кристаллы да есть потери так выглядит брошь с обратной стороны необычно это уже обратная сторона и без маркировки так сразу что достал это у нас зажим для платка тоже смотрю виде цветочка обратите внимание центральная вставка это ривали кристалл оправа тоже смотрю золотом тони и множество кристаллов прозрачного цвета так изделия выглядит с обратной стороны без маркировки так что я хочу не что я достаю достал камею подвеска до кулон ромбовидной формы и в серединочке маленькая камея с профилем женским оправа имеет золотой тон посмотрите как она красива такой вот она сбоку и так она выглядит с обратной стороны без маркировки в хорошем состоянии так что у нас идет следующее так это что у нас какое-то лицо в шапочке мексикане да как бы такой плечи лицо и шапка да наверное мексиканец такой у него шляпа такая от солнца так выглядит с обратной стороны брошь без маркировки я не знаю интересно интересно так что я достал сейчас можно подумать что это буковка джей мне показалось что это как такая рождественская конфета карамельная такая подарочная такая вся она усыпана посмотрите кристаллами под гранатики выглядит да крапаны все зажато в крапаны так выглядит с обратной стороны без маркировки я не знаю вот такие у нас находки раньше были мы так брали все вот эту мелочь какую-то так многое брали даже потому что нам очень все это нравилось и скажу вам что некоторые такие изделия очень удивляют я такие больше не встречал ну допустим это в виде туфельки я так понимаю это кулон да подвесочка подвесочка имеется крепление так с обратной стороны выглядит такая туфелька очень красиво сделано часто скажу не встречаются такие изделия она похожа знаешь на что на туфельку авадина узкий носок такой или у этого кузнеца вакулы черевички царицы на черевичке достанешь кузнец царицы на черевичке выйду за тебя замуж вот так она его дразнила бедного подобные черевички туфельки так что я сейчас достал а это прицепились два изделия друг дружке хорошо как бы флюор де лис что ли напомнила мне форма может мне показалось в виде цветочка в серединочке и в золотом тоне оправа без маркировки так и сразу же что еще достал такой виде наконечника стрелы или копья такой напоминает даже какой-то зуб подвеска да это подвеска возможно такого воина какой-то камень да зажат в оправу да под золото не ну тем не менее так очень непростая работа непростая так что я сейчас достану кулечек достал ладно раз кулечек пакетик пакетик сейчас его открою что там что там тут какая-то коллекция прямо посмотрите какая необычная работа в виде оригами точно такие не часто встретишь действительно мы один раз вот встретили больше не встречали как оригами посмотрите как птички какие-то да в виде птичек такие видите на винтах на винтах клипсы видите необычная такая зажим у них необычный без маркировки очень необычная работа в виде оригами так и что еще да еще одни клипсы точно такие они в виде такой подвесочки капелька да капелька в виде кристалла маркиза да дорожка очень красивая длинная необычная работа маркировки на них не имеется так что это лампа аладдина но туфельки туфелька уже есть да туфелька есть лампа аладдина есть осталось потереть да и джин вылезет из бутылки ну почему то здесь шпрингельный замочек это подвесочка очень необычная филигранная работа но ведь интересно же правда такая восточная тема без маркировки кулон в серебряном тоне круглая форма круглая форма да цветы бабочка очень красиво и не одна бабочка несколько цветочки так выглядит с обратной стороны кулон металл имеет брашировку нету очень красивая работа чувствуется качество чувствуется ну ничего здесь плохого нет много встречаются изделий без маркировки в очень хорошем состоянии великолепного качества а что-то я не пойму это LG что ли компании или что-то какая-то маркировка здесь а что это да я тоже честно говоря не знаю так вот с обратной стороны выглядит в золотом тоне в золотом тоне блестящим не знаю тоже откуда может это маркировка LG ой две лошадки головы прелесть тоже в золотом тоне и вот их обратная сторона без маркировки без маркировки в хорошем состоянии без маркировки как это маркировка имеется возможно какая-то копия из какого-то музея честно говоря не знаю сделано в США то есть уже глубоко унитажная так что это у нас кленовые листочки это клипсы так они смотрятся в золотом приглушенном тоне брашировка по металлу очень скажу вам реалистично все выполнено имеется маркировка от компании Лиснер так что это какая-то какая-то а это судя по всему монета Liberty 1943 год да возможно из монеты кто-то сделал такую подвеску немножко испортили монету раньше наверное модно было кто родился в этот год вот из монет из монет делали такие подвески и носили потому что даже я когда ну когда был поменьше я собирал монеты и даже царские монеты многие были с отверстием монеты были судя по всему монеты носили там дети на веревочке каком году родился допустим такую монету и носил ну это такая моя моя версия и думаю она правдоподобна мишанечка это трех долларов 50 центов да да и возможно даже это серебряная монета и даже 1943 года то есть довольно уже таки старенькая это у нас дельфин выпрыгнул из моря такой красивый в золотом тонне ракушка ну такой знаете как тема такого отдыха на море кто отдыхает прекрасная брошь да и есть маркировка от компании джей джей да это джей джей да в хорошем состоянии интересно красивая брошь необычная так что я сейчас достал брошь да это брошь маленькая камея в серединке просто крохотная камея сама оправа в серебряном тоне выполнена так выглядит с обратной стороны без маркировки что дальше что это жирафик маленький жираф в серебряном тоне оправа так выглядит с обратной стороны без маркировки так роза брошь цветок розы без маркировки брошь довольно длинная как будто цветок живой очень красиво брошь брошь да брошь очень так сделано вот на листочках как будто живые листочки прямо да обычно розочки делали я забыл какая компания часто попадаются а это без маркировки розы а это без маркировки розы целое семейство само оправа в золотом тоне без маркировки очень красивая вещь закладочка это иголочка так ага в виде цветочков ой даже не могу открыть так зажалось и сверху цветочек и на нижней части цветочек иголочка для галстука по моему это да тут еще ой сколько всякой всяких изделий схватил я за один раз брошь жук жучок возможно это божья коровка покрытая эмалью у нее головочка или эти крылышки тоже сама права в золотом тоне так иголочка сердечко а в серединочке сердечко цветок розы там должно быть клеймо по моему да есть на иголочке клеймо но я его не могу разобрать кременс ты думаешь сейчас ну похоже что кременс похоже что кременс похоже что кременс необычная необычная так а что это что это монетка тоже что ли ну не монетка а подвесочка королева королева Элизабет вторая Элизабет вторая Элизабета вторая в золотом тоне в золотом тоне оправа имеются кристаллы прозрачные симпатичная бабочка это у нас пин даже имеется маркировка от компании Эйвен пин такой серьезный заглушка а это зажим для галстука ничего себе здесь даже есть год 1934 Чикаго покрыто эмалью сколько лет уже зажиму для галстука в хорошем состоянии нужно ему наскать антикварды брошь брошь веночек в виде сердечек идут звенья в каждом сердечке по кристаллику и жемчужинки по кругу идут по-моему несколько отсутствуют рудевое покрытие с обратной стороны без маркировки так хорошо что это обруч браслет 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 вы посмотрите рыбки да да какие красивые рыбки браслеты 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 браслет китайские интересно тоже находка интересная компания эйвен и кулон и брошь брошь браслет 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 это не пластик так а это у нас я смотрю брошь необычная тоже какая-то веточка а кристаллы обратите пожалуйста внимание с покрытием авроры бареалис множество жемчужинок красиво переливается эти кристаллы да брошь красивая без маркировки так что у нас следующее идет что это шут что ли ой да это как в цирке как в цирке как в буртина был такой персонаж орлекин да 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 точно шапочка у него какая красивая покрыта эмалью плечи тоже покрыта эмалью весь он усыпан кристаллами красиво так что это маркировка непонятная какая-то какой-то треугольник кружочек кружочек очень даже необычно очень даже необычно скажу вам ну давай еще парочку потому что не было чтобы не затягивать видео да давай это похоже на испанскую такую брошь так это у нас домаскин по-моему да необычно необычно вот эти вставочки домаскин с птичками такая веточка очень красиво необычная брошь очень необычная ой была раскрыта она крутится почему-то цветочек заклепка видать расслабилась брошь видит цветочка лепесточки выполнены из металла покрытой эмалью это не австрийская да вот внутри очень красиво смотрится тычинка нет нет маркировки нет нет и на иголочке нет это хорошо посмотрел да смотрел тут такое видать повреждение немножко выдавились аж кристаллы очень красивый цвет у кристаллов нет я смотрел внимательно маркировки я вроде как и не вижу все да ну хорошо на этом дорогие друзья наш обзор подошел к концу я хочу вас поблагодарить за просмотр за поставленные лайки за подписку на наш канал всего вам доброго и до новых встреч мЫ've мэй норм мázings а мэй мэм очень Субтитры создавал DimaTorzok